По Красной площади проходит парадный расчет 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. Привет и слава Украине, слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. Сегодня после парада в Москве Владимир Путин по традиции тянулся к Киеву своими грязными, вонючими ручищами. Причем делает это он не только 9 мая, в принципе, в последние годы своей жизни он посвятил именно этому. Но вот эти вот протягивания рук к Киеву и к Украине с большой вероятностью в обозримом будущем приведут к протягиванию ног. В идеале Путином и его компанией, но пока это не произошло, в принципе, россиянам пора привыкать. Наконец-то стало понятно, кто такие фашисты и как они выглядят. Например, в Варшаве сегодня было вот так. Это посол России в Польше, товарищ Андреев. Так вот, после того, как на нем начала проступать украинская кровь, он заявил о том, что очень сильно гордится своим президентом-фюрером Владимиром Путиным. И заявил, что территории Донецкой и Луганской области не принадлежат Украине. Вот такой вот он фашист. Тут, что важно, в этих территориальных претензиях на право захватить Украину, они, конечно, совсем дошли до ручки на оккупированных территориях. Все одинаково. То есть, вместо жизни они предлагают фашистскую георгиевскую ленту и российский флаг. Подобные мероприятия были в Мелитополе, в Мариуполе, в Бирьянске, в Херсоне они что-то там пытались сделать. Только вот обязательно деды на палке и российский флаг. И как результат русская смерть. Вот я недавно вспоминаю, Маргарита Симоньянова себя написала в телеге, по-моему, что вот нужно там деньги для покупки лекарств в Херсон. Думается, мне в тот момент следующее. Но не кончены. Пока российских нацистов не было в Херсоне, то не было никаких проблем с лекарствами. Ну, тут так вот получилось. И знаете, что в плане этого парада нужно обратить внимание на следующее. Там же был глав мозг-поп товарищ Гудяев, который имеет филиалы в свободной Украине. Возникает вопрос, почему его так называемая церковная организация, которая в Украине проходит под брендом УПЦМП, продолжает нести вот эти вот тезисы, которые оглашает сам ПОП. Россия никому не желает зла. Никого не хочет захватить и оккупировать. Ни из кого не хочет выкачивать ресурсы, как это делает большинство богатых и сильных стран мира, экономически оккупируя слабые и беспомощные страны. Это какая-то черная месса в главном сатанистском храме Министерства обороны. Слава Богу, что Украина не слабая страна, и мы им вломим по первое число, и кое-кто уже начинает понимать, к чему все это идет. Если главный командир позовет последний бой, дядя Вова, мы с тобой. Однако, если вернуться к главмозг Попу Нагундяеву, то получается он у себя, чуть не сказал на ютуб канале, подписывайтесь на мой ютуб канал, он у себя транслирует один простой фашистский тезис, и его ретранслируют в Украине. Мы сам и достаточны, но мы нуждаемся только в одном – в нашей подлинной свободе, в нашей независимости от этих мировых центров власти, которые сегодня, к сожалению, становятся враждебными России. Мы должны консолидировать все наши силы и духовные материальные, чтобы никто не посмел посягнуть на священные рубежи нашего Отечества. На территории России в международно признанных границах могут делать все, что хотят, но они пришли в Украину. И вот он говорит, мы ничего не собираемся оккупировать и так далее, и так далее, священная наша держава, ну весь этот шовинистический пропагандистский российский бред. Однако, тут некоторая нестыковка. Главмозг Поп говорит, что оккупации не предусмотрено, а что мы видим в исполнении таких же подчиненных Путина, как и сам Гундяев? Скажите нам точно. Я отвечу, Россия здесь навсегда. Вот вы правильно. Это нужно до людей доносить. А здесь мы видим товарища Турчака из «Единой России». Он находится в украинском городе Херсоне. Смотрите, что тут в кабинете главных коллаборантов, он тут что-то тут, какие-то указания раздают. А что там у нас на стене? О, так это же дед войны, повелитель бункера. Это что получается? Что этот главмозг, главный московский поп опять соврал, да? Говорит, не хотим мы никого оккупировать, не хотим. А здесь у нас в украинском городе Херсоне вот такое вот изображение президента Российской Федерации. Что же оно там делает? И Турчак говорит, что они не собираются никуда уходить. Ну да, уходить они, конечно же, не будут. Они будут или бежать, или сдыхать в украинской земле. Тут вообще никаких сомнений нет. У нас хватит патронов на всех. Сейчас занимаемся освобождением Харьковской области. Ну а потом далее по тому плану, как это предусмотрено планами украинского военного командования. И вот теперь мы понимаем, что россияне привыкают к тому, что они фашисты. Их теперь будут называть именно таким вот образом. А украинские ветераны вообще-то ответили этим российской агрессивной заразе, которая сюда лезет, лезет и убивает. Он должен был чем-то отличиться. Вот как Гитлер, шизофреник, так и он. Он больной. А люди там зомбированные. Я же вам говорила, что я обращалась к курским женщинам. Потом, когда вижу, что она просит фен, чтобы ей прислали от хохлушки фен, и ей пришли. То я поняла, что они зомбированные, что они не с кем говорить. Но если моя подружка в Москве, в Курске, говорит, Оля, это правда, что около униермага повесили вестницу бывших коммунистов будут вешать? Я говорю, Люська, ты что, сумасшедшая? Тебя, я говорю, и там же зомбировали тоже. Я говорю, ты придурочная. Что ты говоришь? Так что, видите, она тут была. Она получила здесь орден Ленина, она на швейной фабрике работала. И она мне такое говорит. Так что вы хотите? И она же там, а им же с детства в школе, в детском садике и-и-и, убивают, что мы бандеровцы. То есть они нас грабят, а главный московский поп рассказывает о том, что Россия, там, это пострадавшая сторона. Однако, если мы рассмотрим эту ситуацию глубже, то получается, что эти падлы творят на территории востока нашей страны, в том числе с храмами. Подивіться, друзья, ось це, ось буквально це за моєю спиною, це був Георгиевський скид Святогорської Успенської лаври Московского патріархату. Ось на що він перетворився. А насправді красиве місце було, можете подивитися в интернеті. Була гарна церква, багато поломників, тут цілий комплекс навколо. Жили, пропагували русский мир. Ось русский мир прийшов і прицільно роздовбав цю церкву. Це не перший сюди був приліт. Вони свідомо розвалили власну церкву. В тому числе с храмами УПЦМП. Кстати, у нас церковна організація запрещена в Браварах і Конотопі. Ну, к сожалению, більше нигде. В Нижене, например, была история, когда даже возбудили уголовное дело против ребят. В частности, против Игоря Щёкина, которые опубликовали вот такой вот прекрасный бигборд напротив храмов РПЦ. РПЦ в Україні. Московське вбыває. І забавне, що Ігорь Щепин є українським військовим військовим, а йому почали названувати з ментярни, з полицейського війча, і говорити, що він повинен є на допрос за цей плакат. Це интересно. Я просто к тому, що треба головою думати, що відбувається. Но и самое главное, московские «вбывая». Я считаю, что даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. На всю эту российскую фашистскую риторику есть ответ, в том числе украинских настоящих ветеранов, которых осталось не так уж и много. Возраст берет свое, свидетели тех событий уходят, а бесовщина в России набирает все новых и новых оборотов. И в этом процессе заняты в том числе московские попы. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, Patreon. Все как обычно. Украина была, есть и будет. Ну и вот, собственно, что сказали наши ветераны. Настоящие ветераны. Я думала, что мы, ветераны, последние на планете уже ветераны, что уже не будет. А сейчас видите, сколько наших ветеранов. Но наша война, сейчас война наша, и та война, они друг от дружки отличаются. Мы тогда воевали против фашизма. А сейчас я не знаю, против кого они воюют. Вот их спросили, против кого вы пришли воевать? Я родился в Смоленской области. Велический район. Деревня такая есть, Кихили. Я русский и владею русским языком совершенствия. А вот до сих пор украинским не владею. Я не чувствовал никакой дискриминации абсолютно. Прожил жизнь в Украине. Здесь женился. Здесь мои дети, вот мой младший внук здесь. Внуки, правнуки. Все русскоговорящие. Никто из них никаких не чувствовал. Каких-то, значит, отрицательных эмоций нет. Какие мы фашисты? Кого мы убивали? Какую землю мы где-то оккупировали? Мы никого не трогаем. Дайте нам свободно жить и сеять пшеницу. Вы что? Какая-то дикость непонятная. Украина и Россия, как всегда говорили, породились навсегда. И чтобы воевать Россией против Украины, это мне до сих пор непонятно. По моему, так сказать, воспитанию, по моей жизни, это какая-то дикость. Мы воювали против фашизма и своего свободы. И нам нужно было фашизм разбить. А сейчас я не знаю, против кого они воюют. Против людей, против детей. Забирают Бельёженское. Так вот, армия, это какие-то бандиты. Фашисты, столько говоря, не надо. Сколько он делал? Путин со своими найменными войсками. Теперь не та война. Не та. Сколько он средств потеряет? За всю войну? Сколько смертей наробит? За всю войну? Сколько рыб, яку разруху, взродок. Сколько русских матерей. Пролезь слез. Слезь. Так же, как и наши. Он это не учил. Не учил. Станет фашист. Там что, нема колоннёвом, больше никакого работников, чтобы сказать, товарищ Путин, что же мы делаем? Трупы валяются людские по дорогам. И то, и то, и то, и то, и нашей стороне. И русские, и украинцы валяются. Зачем? Не можно сказать, потому что там Путин говорит. Нема кому ехалише. Ніхто не хочет сказать. Путин керует и уничтожает народ. Нехорошо.